Привет, друзья! Вот у меня такой вопрос. Как отвязаться от вредных зависимостей, переделать привычки и обрести веру, уверенность в решении волнующих вопросов и в творчестве? Как выйти из доминанта страха в доминанту созидательности? Ну вот мой ответ. Мечтайте о желаемых переменах на фоне любых упражнений, но которые, пункт 1, легче вам всего и проще делать, пункт 2, которые хочется продолжать. Вот их соедините, пункт 1 и пункт 2. Это приёмы психо-биорезонанса, которые совпадают лично с вами, с вашим текущим индивидуальным состоянием в моменте. То есть именно те упражнения из миллиона возможных действий, которые с вами в моменте совпадают, вам их делать легче всего и хочется продолжать. Потому что они снимают стресс, и вы выходите на состояние обнуления. Три примера. Вот я очень боялся, что на меня рикетёр. Он там мне сказал, вот ты уедешь, а дети-то твои останутся. Ну я стоял вот так вот, раскачивался и переживал мучительно, как же мне быть, я же уеду, а дети останутся, что же он там может натворить. И в какой-то момент вот этого невольного, спонтанного покачивания вдруг у меня возникло какое-то ощущение. Да я же всё время пытаюсь убежать из ситуации, я же из себя жертву делаю. Инсайт произошёл в какой-то момент. Я понял, да мне же атаковать надо, я ему позвонил, кое-что сказал, и с того момента все угрозы прекратились. Второй пример. Женщина, она пыталась лететь 10 часов на самолёте, мучительно переживала, на страх, как боялась этих самолётов. И 10 часов лететь. И она засмотрелась, как два иудея. Тору читают головой, качают, Тору читают. Но я потом уже ей объяснял, когда она ко мне пришла, что произошло. Она невольно переживала, сопереживала, как они головой качали, Тору читали, что они так головой читают, чтобы СССР точится лучше. Потому что повторяемые движения снимают лишнее напряжение и помогают СССР оттачиваться. Потом я это объяснил. Но она, говорит, засмотрелась и потом летела, как в раю. И она поэтому пришла ко мне и спрашивала, почему так произошло. Вот почему. Потому что она переживала на фоне повторяемого действия. Поэтому снялась напряжение. И третий пример. Я делал левитационные движения разводящихся рук. И мечтал, что рисовать будут только шедевры. Но так совпало, что я в этот момент мечтал, что рисовать будут только шедевры. А я до этого никогда не думал, что я художник. Ну да, в детстве там рисовал на промокашках, там портретики Ленина в основном. Но стереотипы. А тут я размечтался на фоне левитационного приёма, что буду делать диво, что ко мне будут все приходить и удивляться, какое диво я совершил. Но обратите внимание, на фоне левитационного приёма. А там я делал повторяемое движение. Таким образом, если вы мечтаете или на фоне левитационных приёмов, которые вы себе подобрали, которые легче у вас получаются, или на фоне повторяемых движений, которые легче получаются и хочется их продолжать, если на этом фоне вы мечтаете о желаемых переменах в себе и в будущем, например, повторяю вопрос, который мне задали, как отвязаться от вредных зависимостей, переделать привычки, обрести веру и уверенность в решении волнующих вопросов в творчестве. Вот я вам и отвечаю. Именно так мечтайте на фоне любых, любых упражнений, которые вам подходят по этим двум критериям, а именно, которые легче всего вам делать и которые хочется продолжать. На этом фоне мечтайте о желаемых переменах в себе и в будущем, отвязывании от вредных привычек и воспитании желаемых качеств и творческих способностей. До встречи, друзья! Подписывайтесь на канал YouTube, на канал Telegram, обязательно смотрите описание под видео. Скоро у нас бесплатный ликбез, а потом ещё и вебинар. Объявление будет. До встречи!